Туркестан был центром и всегда останется. И вот буквально за целый город, мы не узнаем наш город, не узнаем, как здесь произошли избедения. Но я хочу древней истории. Мы все видим, мы все ощущаем, что происходит в тюркском мире. Изменение Туркестана это изменение всего тюркского мира, мы так тоже понимаем все. Но вот что самое интересное, я прошу следующий слайд. Оказывается, урбанизация древнейшего Туркестана, она имеет в свою очередь глубокую историю. И на сегодняшний день мы выделяем несколько этапов урбанизации древнейшего периода Туркестана. Первый этап. В 15 веке до нашей эры уже жили на этой территории племена. И вот изучая археологические комплексы на территории города Туркестана, мы выявляем два древнейших могильника. Это могильники, некрополи, тех жителей, которые жили на территории города. Пожалуйста, следующее слайд. Древнейший этап 15 века до нашей эры. Следующий этап древнейших, 2 века до нашей эры. Караганитский и монголо-тикурийский этап. И вот на территории города мы выявляем интересное захоронение, которое относится к андроудской историко-культурной обществе. Это так называемый могильник Шерпай, который находится на южной окраине города. Следующий слайд. Захоронение, найденное здесь, и атрибуция этого могильника, бесспорно относится к 15 веку дороже. Следующий слайд. Вот эти вот артефакты выявили здесь, они бесспорны. И говорят, что именно те племена, которые здесь обитали, они хоронили своих умерших и жили здесь на территории города. Дальше, пожалуйста. Это так называемые бронзовые изделия, они синхронны с многими культурами, которые находились на территории города. Это бронзовые изделия были погребены с этими людьми. Дальше. Следующий могильник, который называется Шерпай, находится на северной оконечности города Туркестана. Вот его находки. Следующий слайд. Дело в том, что эти племена, которые двигались с севера Казахстана и были на обширной территории Великой Степи, в археологии называются племенами антронской культуры. Они создали такие пропагараза, как на территории Казахстана, как Аркаин. Они жили поселения и непосредственно поселились на территории нашего священного города. И оставили свои некрополи, которые мы зафиксировали. И факт существования 30-40 тысяч лет здесь. Именно племен он бесспорен. Следующий этап урбанизации Туркестана – это период именно древних, мы называем, древнекангийским. Я по поводу предыдущего этапа скажу, что в свое время академик Михаил Масон, он четко сказал, что из следы урбанизации или же истоки урбанизации городов Центральной Азии надо искать именно тех культурах эпохи Бронзовека. И его высказывания в отношении урбанизации Центральной Азии оказались бесспорными. Дело в том, что урбанизация средней Сардарии, она связана, второй этап связан с племенами бассагетов или так называемых даев или саков. Они обитали в низовых Сардарии, где была так называемая чирикарабадская культура. Во втором веке до нашей эры Сардария минает свое русло и те города, которые находились внизу в Сардарии, они загасают. И племена движутся вверх по Сардарии и в среднем течении Сардарии они накладывают свои отпечатки в городостроительство. И появляется так называемая новая архитектура, античная архитектура на территории Казахстана. Это не только на Казахстане, но и в Узбекистане, как городище Канха, в Ташкентском алисе это и Фергана и другие города. Но в Туркестане появляется так называемый комплекс Культюбе. Вы, дорогие коллеги, можете все это ознакомиться. Буквально на днях раскопки, которые проводились в Культюбе на территории городища Туркестана, они в общем-то и определили именно новый этап урбанизации города. То есть в предшествующей эпохе Бронзов появились поселения, эмбрион, а дальше именно в II веке до нашей эры появляется вот такая городская культура. Вот обратите внимание, здесь план, этап раскопок городища Культюбе, вот этого крестовидного планировка. Следующий слайд покажите. И по всей Центральной Азии это и Низовия Сардари, Бабишмула, и это и Кыргызстан, это и Ташкентский уаза Чач, и непосредственно Ситалак, известный в Узбекистане объекты, который появляется после того, как эти племена движутся именно вверх по Сардаре и делают вот такие крестовидные планировки, которые именно было археологически обнаружено на территории города Туркестан. Второй этап он называется древнекангийским. А вот это, посмотрите, сосуд найденный на Культюбе. Здесь руническое письмо именно древнетюрским алфавитам. И о чем это говорит? Что племена, которые здесь жили, они были тюрками, и непосредственно писали, у них было древнетюрское письмо, которое дожило до 10 века. В 9-10 веках уже появляется арабская графика, но в местных народах древнетюрское письмо до сих пор бутует. Вот этот артефакт полностью доказывает, что руническое письмо у тюрков здесь находилось, и здесь племена используют. Просто мы не нашли бумажные носители или же дерево, которое испортилось. А вот на керамике это все очень четко видно. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий этап урбанизации региона, это начинается так называемый караханитский этап 9-10 веков. И здесь мы должны отметить вот такой факт, очень интересный. Города, которые находились здесь, на этой территории, они имели свою историю, описанную в различных источниках. Ну, например, по этому поводу Махмуд Кашгари, вы все знаете, это выдающийся энциклопедист, который оставил выдающиеся сочинения для тюркского мира Диван-Лугатат-Турк, он тогда четко сказал, Карачук, название Фараба, а это название города Агузов. И здесь вот, пожалуйста, верните карту. Карту покажите, пожалуйста. Вот, на этой карте все четко обозначено, где Карачук. Это северная, буквально по реке Карачук находится. И Шойтеве, городище. И все эти объекты здесь показаны на территории Туркестанского оазиса. И здесь я должен все сказать, что в арабских источниках упоминается город Шавгар. Его по-разному пишут. Шавгар, Шавагар. Шавгар большой город с обширным рустаком. Вокруг теговая стена, мечет на краю рынка. Он вдали от большей дороги. И ученые спорили, а где же находился Шавгар? Дело в том, что вот российские карты четко пишут. Развалины крепости Карачук. Вот российские карты. Кстати, вот то, что нам инеральный штаб русской армии оставил. В общем, вот такие хорошие карты, где все наши памятники археологии оказались обозначенными. Вот эта карта указана. Развалины крепости Карачук. И именно находится там. Дело в том, что Карачук, агуза-карлусский, кепчатский языков. Сказанский это синоним, это Харатал. И слово Шавгар, если перевести в сальдинский язык, а сальдинцы, которые здесь расселялись, переводили местные слова на свой язык, обозначают Харатал. Нет сомнения, что столицей округа в свое время был именно город Туркультеве, который сейчас называется. Город это Карачик. А сам Шуйтеве, городище, которое южнее находится, это был торговый город. И здесь проходили караванные пути. Вот, пожалуйста, посмотрите здесь, как указано. Но есть очень интересный момент. Всех волнует, а что значило слово Ясы? Самое интересное, Ясы или Жазы, Ясы, он объясняется именно больше с Агузского языка. Агузские, потому что по произношению. А далее в казахском языке произойдет как Жазык. Ясы это ровный степь. И в отношении, если, короче, название реки, которое берет название гор, то Язык это ровный степь, выстилающийся, жазык отсюда. Вот слово такое, жазык, это слово общее для тюркских языков. Степь, ровный, жазык. Что для Агузов, что и потомка Сельджуков, и наших друзей из Малой Азии. Все это общее, общее имя значения, степь, ровный, вот в таком понятии. Я хочу перейти в следующий этап урбанизации. Вы здесь можете посмотреть раскопки, которые были уникальны. Это связано было, один из больших этапов урбанизации города, это было связано с именем, значит, один из выдающихся политиков средневеков, это Семиром Тимуровым. Потому что дальнейшая судьба и политические события, которые происходили здесь, на территории Средней Сардарии, на территории Великой Степи, это связано именно с теми событиями, которые в конце XIV века произошли здесь. Что я хочу сказать. Я кратко затронусь, что те события, которые происходили здесь, связаны были именно с Золотой Ордой, то есть Улусом Джучи, связанным борьбой Токтамыша за престол, связанным именно с борьбой с Агурдой, борьбой с Урусханом, а дальше именно непосредственно при помощи Тимура, когда Токтамыш становится ханом Золотой Орды, все эти события знаете по истории. И после непродолжительного периода, мы считаем, что Токтамыш был вовлечен в политический распри, который происходил в Улусо-Джучи, он совершает набеги на именно государство мира Тимура, после чего в 1391 году Тимур совершает свой поход, ну, в историю, как значится, поход против Золотой Орды, хотя Золотая Орда никогда не называлась Золотой Ордой, только в XVI веке русский источник, она начинает называться Золотой Ордой. Ну, там есть ряд моментов, почему так произошло, потому что в XVI веке уже и казахское ханство, и уже и Грозного нету, и Бориса Годунова нету, но русский источник, слово Золотая Ордая появляется, потом считают, что у Звяхана была Золотая Ордая, вот такая версия есть. Ну, Золотая Орда была и у Хана Мунке, Золотая Орда была и у Танджабгу в VII веке, но тем не менее, вот так вот русский источник это все появилось, и все это у нас в истории СССР появилось, в истории Казахстана, до сих пор мы говорим, мы до сих пор говорим Золотая Орда, хотя это был Улусо-Джучи. Я немножко отвлекся, извините, пожалуйста. И вот Тимур был вынужден совершить поход после набегов Токтамыша против его государства, хотя он выдвигал его. Причина разная, историки, все, как говорят, это не самое главное. Он идет через, он зимой в Ташкенте в 1391 году выходит в поход. И самое интересное, вот тут очень интересный исторический момент, он идет через Туркестат, я сын назывался, он не зря это идет. И как описывает Шарафаддин Али-Езди, это был очень тяжелый поход, зимой через Бердалу в Улутав. Он описывает, как гибнут его без фуража, значит, лошади, где-то испытывает армия тяжелые потери, и он доходит до Улутав. И что он делает? Тимур, значит, на Алтун-Шахе, пожалуй, средний человек, на Алтун-Шахе он делает вот эта гора Улутав, Алтун-Шахе, дальше, вот был фильм в свое время Бекмамбетова, который он про Тимура делал рекламный ролик. Вот это вот Курганова был возвигнут по указу Тимура, именно на Алтун-Шахе. И вот мы здесь должны обратить внимание на его слова. Все историки описывают Тимура, как, они его называют тогда, Тимура, это, значит, государство Эмиры Тимура, потому что он же сам не чингизит, он из рода Барлас, тюркизированного рода Барлас. И вот он оставляет эту тримуфальную надпись, которая сейчас хранится в Эрмитаже. Вот он говорит, «Воим Аллаха, милостивого, милосердника, владыка, сущего, святилище истинный, неусыбно защитник вселенной всемогущего, премудрый даритель жизни и смерти. Летно 793-го, среднее место весны, года овцы, апрель 1391-го, султан Турана, султан Турана, обратите внимание, султан Турана, Тимурбек поднялся с 300 тысяч войск за ислам, на булгарского хана, он не пишет Далтой Орды, на булгарского хана Токтамыша. До всей этой местности он возвел этот курган, чтобы был памятный знак. И вот тут мы узнаем, что Тимур себя считал султаном Турана. Я не об этом заостряю ваше внимание. После той пятилетней войны, как она в историю вошла, в 1396-м году он возвращается, вот у него идет затиша перед походом именно в... Индию. И в 1397-м году что он делает? Пожалуйста, следующий слайд. В 1397-м году он посещает, идет, идет, делает зиарат непосредственно к могиле Хладжахмета Ясави. Он посещает. После окончания строительства здания должно иметь соответствующую высоту. Стены и купол необходимо украсить цветным израстами. Двери сделают из сплава семи различных металлов. Посредине построен хаус, поверхность которого должно покрыть сплавом из семи металлов. Для установки на могиле привезти мраморный камень из табриза. Истуса в работе его украсить. Невыкновенной резьбой. В завершении строительства Маули Убайдлах Садра в соответствии со свершением строительства было завершено в течение одного года. Вот такой документ мы имеем на свою очередь. И Тимур этот указ исполнил. И здание было построено за полтора года. Ученые спорят, когда, что это произошло. Дело в том, что строительство произошло за один год. Но отделка шла до 1405 года. Отделка. Это израсы и прочее внутреннее обранство. Но здание было построено. Я, конечно, параллельно не хочу проводить. Но в Туркестане тоже нечто происходит. Когда аэропорт, насколько мы знаем по соцсетям, за один год был построен и вошел в книгу рекордов. Такого никогда не бывало. Поэтому я что хочу сказать. Что именно побудило Тимура, который сделал именно поход в Дешты-Кипчак, кровопролитную войну. И почему он построил это сооружение? Ведь именно не зря он построил. Он понимал, что именно Ходжахметас Сави, Хазрети, суд как его называют, он именно являлся покровителем всего Турана, покровителем всех тюрков. Он это понимал. И поэтому он построил вот это здание именно для сплочения всех тюрков, которые имелись на территории Турана, на территории этой великой земли. Я хочу именно в своем завершении привести слова выдающегося востоковеда Владимира Алексеевича Бартольда, которые тоже очень долго обсуждали востоковеда. Вот именно слово Туркестан появляется в источниках где-то в 16-17 веках, непосредственно в источниках. Но как объединяющий фактор всех тюрков Туркестан он был изначально. Поэтому Бартольд как-то прекрасно сказал, что святой слыл покровительством страны тюрков и назывался Хазретий, Туркестан. Чем вероятно и можно объяснить новое название города. Это, конечно, высказано Бартольда, она без спорта. Теперь мы вернемся к истокам города Туркестан. И я хочу сказать, что все исследования, которые проводились на территории города, все артефакты, которые многократно мы изучили, исследовали, многократно проверили и пришли к такому выводу, что на основе тех артефактов, которые являются бесспорными, тех погребальных комплексов, тех племен, которые известны у нас о вести, как Туры, Иранцы и Туранцы, у которых было зарослистские традиции, а вот в захоронениях могильники Шарба и Шепан или были захоронения с трупосожением, тем ауэститским традициям. Мы считаем, что именно на основе всех этих артефактов, что городу Туркестану мы определяем и устанавливаем как три тысячи лет. С той эпохи начинается именно возмущение великого Туркестана. Туркестан был и остается центром тюркского мира. И я очень рад это сказать, довести до именно наших граждан, довести до большой аудитории. Я рад, что это выступает, говорю. Для меня очень приятно. Мне очень приятно говорить, что я тюрок, что я из Туркестана. АПЛОДИСМЕНТЫ